Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Мила и мой блог посвящен Италии, жизни в Италии и путешествуем по Италии. Сегодня я решила записать это небольшое видео о том, что лежит в моих косметичках, когда я путешествую, потому что в последнее время почему-то очень часто мне стали задавать этот вопрос. Я решила сделать такой небольшой обзор. Итак, когда я путешествую, у меня обычно с собой три косметички, в них разное содержание, и не знаю почему их три, но, видимо, неудобно, причем у каждой косметички есть своя история. И по мере того, как я буду вам рассказывать, буду еще рассказывать историю этих косметичек. Начнем с первой косметички. Вот такая большая, ну как, небольшая на самом деле. Эта косметичка появилась у меня в прошлом году, в ноябре, в ноябре на Тенерифе. Я покупала, вот сейчас как раз о первом средстве расскажу, вот этот вот серум от бренда Clorans. Он очень классный, мне прям нравится и сама структура, и какая у меня кожа после вот этого вот средства. Нужно совсем чуть-чуть, вот смотрите, у меня 100 мл. Я купила в конце ноября в прошлом году, у меня вот столько осталось, и я им практически всегда пользуюсь. Вот, купила его с огромной скидкой, потому что, во-первых, на Тенерифе очень низкие налоги, за счет этого косметические средства, вообще парфюмерия, стоят гораздо дешевле, то есть кто-то говорит, что это зона дьюти-фри. Когда я покупала это средство, еще в подарок шла вот такая косметичка с огромным количеством миниатюр, многие из них я израсходовала, вот, поэтому косметичка такая ценная, тоже Clorans. Вот, дальше, что я с тобой вижу? Недавно я купила вот такой крем от бренда Kiehl's, сегодня будет много о бренде Kiehl's, потому что на прошлый день рождения мне друзья подарили небольшой набор, а после этого я потела на этот бренд и никак не могу слезть. Вот, на самом деле вот этот крем мне не очень нравится, потому что я хотела такой дневной с SPF, этот с SPF мне его продали как дневной, но на самом деле надо все время еще наносить, потому что хватает его, может быть, на несколько часов, тем более в таких странах, вот мы были в Испании, и мне не хватало этой защиты. Вот, но в принципе, как ложится на кожу, вполне оправдывает, да, эту цену, но все равно остается жирный блеск. Дальше, вот такое классное средство тоже от Kiehl's с витамином С, просто бомба, это невероятно, я всегда покупаю миниатюры у Kiehl's, потому что хочу попробовать, у меня очень проблемная, она не проблемная кожа, но обычно мне не все идет, не все подходит, и поэтому я всегда беру миниатюры, если есть возможность, вот это просто, это что-то невероятное, и вот эту маску я тоже купила, которую нужно, наверное, носить на ночь, вот, посмотрите, вот, просто кожа становится невероятной, она блестит, выравнивается цвет, уходят какие-то непонятные прыщи, какие-то покраснения, я не знаю, что с у нас случилось, может быть, это стресс весной, но у меня просто кожа стала ужасной, и вот после вот этого вот микса витамин С, я его наношу только утром, хотя мне девочки в Kiehl's советовали наносить, например, перед маской вечером, то есть сначала вот это средство, а потом маска, ну, в общем, я ношу только маску, маска тоже очень классная, наносится вечером, не бойтесь, она сразу же впитывается, никаких следов на подушке не остается, и утром вы просто умываетесь и смываете эту маску. Следующая маска, которую я также беру с собой, это все очень маленькие бутылочки, всего 28 мл, поэтому я их с собой спокойно вожу, это, по-моему, с календалой, да, тоже Kiehl's, на самом деле я не поняла эффект этой маски, ну, что-то есть, но я ее с собой вожу, и когда у меня есть время, днем делаю, утром. Следующий крем тоже от Kiehl's, простите, но вот такая у меня косметичка, это знаменитый крем для кожи вокруг глаз от Kiehl's с авокадо, честно, не поняла его эффекты, почему все так сходят с ума и говорят, это просто суперсредство, это самое лучшее средство, которое может быть. Скажу только одно, что от подобных кремов у меня всегда начинался зуд и сильное покраснение, вот, может быть, это связано с тем, что я ношу линзу, не знаю, в общем, никакие крема для кожи вокруг глаз мне не подходили, вот этот единственный крем, который мне подходит, у меня ничего не стягивает, ничего не жжет, не гудит, ничего, ничего, вот, я им пользуюсь. Такой гель для умывания тоже Kiehl's с огурцом, очень классный, прям, знаете, отмывает все, что возможно, там наносите крем и прямо кожа дышит. И тоже эта миниатюра, вот у меня друзья в Кадаре катарили. Такой есть у меня тоник, очень классный, от Colorant снимает, да, для удаления макияжа, очень классное средство, и на самом деле я вожу с собой либо этот тоник, либо это уже будет следующая, ладно, косметички. Такой еще есть у меня тоник с ромашкой, тоже мне очень нравится, от Colorant, на самом деле я все, что вожу с собой, это значит то, что мне нравится, и очень классно вечером ватным тампольном пройтись по лицу. Так, и последняя вещь, поскольку мои ноги очень нежные, и любая обувь, особенно почему-то итальянских брендов, мне натирать очень глубокие мозоли, болезненные, я просто ходить, например, не могу, вот. Мне бы советовали купить вот такой вот стик, это бренд Компид, его нужно наносить перед ноской обуви, то есть когда у вас кожа чистая, нужно, если вы там помыли ноги, да, их нужно протереть полотенцем, чтобы все было сухо, и потом вы наносите на те места, которые у вас болезненные, вот этот вот стик. Ну, скажу честно, меньше эффект, конечно, не так сильно натирают, но, например, если у вас ноги опухают, у меня, например, могут утекать ноги к вечеру, особенно, там, если совсем стоит жара, вот как в Ироне влажность, то, конечно, у меня могут появиться мозоли, но на самом деле вот это очень крутое решение моей проблемы. Так, с этой косметичкой все. Ну, тут еще осталась пилочка, пилочку я всегда беру с собой, хотя в отелях иногда есть в комплекте в душевой пилочке. Так, следующая косметичка, она вот такая вот, эта косметичка досталась мне от Кати из Кореи, она в прошлом году прилетала в Верону, мы встречались, и она мне привезла масочки из Кореи, вот в такой вот симпатичной косметичке. Здесь у меня не так много средств, это жидкость для линз, если я не покупку, забыла купить однодневные линзы. Вот, дальше салфетки для снятия макияжа. Это очень классный бренд, Аква Али Розы, итальянский. Я покупаю всегда у них тоник для лица, но он в большом объеме идет, я его с собой не вожу. Есть вот такие вот салфетки, они достаточно, довольно хорошо снимают макияж, но не до конца, поэтому мне приходится пользоваться еще какими-то дополнительными средствами, как, например, вот этот вот тоник от Клоранса. И плюс я всегда умываюсь вот этим вот гелем. И также здесь у меня есть линзы. Я линзы ношу, наверное, с 2006 года, и это всегда были Акубью Аэзис от компании Джонсон и Джонсон. Мне очень нравится, не хочу переходить ни на какие другие. И здесь же у меня есть небольшие духи, вот такие вот, это Dolce Gabbana Dolce, очень классные, и они с роликом, поэтому ничего не проливает. Хотя у меня что-то пролилось. В общем, удобно это, когда вы куда-то летаете, у вас мало места, как всегда у меня это бывает, с этими лоу-костерами, всегда нужно четко знать, сколько брать вещей, и чтобы косметички все влезли, потому что обычно есть 8-10 килограмм ручной клади, когда летаешь с лоу-костерами. И также у меня средства для волос. К сожалению, шампуни у меня закончились, я не могу найти тюбики. Вот такого бренда Наши Орган, это итальянский бренд. Здесь вот такая маска. Она, кстати, очень классная, но у меня не сразу с ней сложились отношения, то есть после нескольких раз я как-то поняла ее эффект, и волосы становятся очень мягкие, шелковистые, и даже блестят. И вот такой вот маской, которую можно носить на влажные волосы, потом сушить. Она также действует как... Простите, тут у нас пожарные, скорые, все рядом находятся. Ее можно использовать. Защита для волос, то есть вы помыли волосы, высушили чуть-чуть полотенцем, и нанесли буквально вот нужно... Вот обычно я делаю так. Я делаю вот так вот. Буквально там 3-4 пшика прошу на волос с такими массажирующими движениями. Ну, тоже классная. На самом деле и Лена из Флоренции, моя подруга, я ее тоже подсадила на этот бренд и знаю, что ей нравится, а у нее короткие волосы, поэтому если что, спросите у нее. И сейчас будет последняя косметичка, которую я вам покажу. Это косметичка. Я ее купила в 2010-2011 году в компании Mary Kay. В то время я работала в школе учителем. Да, было и такое в моей жизни. И кто-то из моих коллег занимался Mary Kay. Она была такая симпатичная косметичка, я ее приобрела. Что у меня здесь? Тоже миниатюра от Jo Malone. Это аромат Wild Blueberry. Очень классный, очень приятный. Он приятный на кожу. И небольшая косметика. На самом деле я не любила наносить макияж. Вот, поэтому у меня всегда все очень лимитировано в плане косметики. Это вот такая вот тушь от бренда Гурмандис. Мне в прошлом году посоветовала моя подруга, которая проходила курсы по макияжу. И ей ее преподаватель сказал, что это вообще тушь бомба. И что многие, кто пользовался Bobby Brown, перешли на Гурмандис. Ну, на самом деле, очень классная. И стоит всего там, по-моему, 170 или 180 рублей. Вот. Есть у меня еще вот такая тушь от Clorance. Маскара Супра Волюм. Но, честно говоря, так, сейчас, как все показывают, я не знаю. Честно говоря, не очень мне нравится кисточка. Плюс вставляются комочки, плюс все отпечатывается. В общем, это вот, вот это было в той, в той первой косметичке, когда мне подарили ее вместе с сывороткой. Такая кисточка у меня есть. Это компания Inglot. Номер 24 SS. Очень удобная. У меня вот такой кончик есть. И вот такой. Очень классная. Я обожаю блески Clorance. Надеюсь, что это правильно произносится. Я надеюсь, что никто не знает. Вот. У меня есть разные оттенки. Вот это один из них. Это оттенок 10. Очень приятно смотрится на губах. Симпатичный блеск. И последнее. Это мои румяна. от компании Bourjois. Буржуа я обожаю еще, наверное, со студенческих времен. Поэтому каждый раз, когда я бываю в России, покупаю себе тени Bourjois. Это оттенок вот сейчас у меня. 92-й. Очень классный. В прошлом году у нас подружка покупали, на которой мне посоветовала Гурман 10. И вот привет. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, если есть какие-то вопросы, пожелания по каким-то другим видео. Ставьте колокольчик, чтобы вы знали о том, когда выходят новые видео. Очень-очень скоро выйдет мой влог из Испании. И, наверное, уже в июле влог из путешествия по Португалии. Поэтому я вас обнимаю. Подписывайтесь на мой канал. И желаю вам всего самого хорошего-хорошего, чтобы ваша кожа всегда вас радовала, чтобы компании, которые производят косметические средства, всегда нас радовали и делали только самые лучшие продукты для нашей кожи. И чтобы в путешествиях вы также заботились о себе. Поэтому обнимаю вас. Пока-пока.